Такой паратон соломки и носитесь от внучки к зятю, от зятя к дочери, там еще что-нибудь. И надо же все контролировать, сделан не сделан, поехал он туда, не поехал, когда приехал, что сказал, как сказал. Глушится кипертония, потому что вот этот самый главный такой вот форпост, да, планирование, да, вот этот вот, как там, штаб, да, глушится. Бог его начинает отключать, чтобы заболела башка и уже лазил в этой самой, в аптечке и думал, какую таблетку выпить, не могу. Согласны? Вот это гипертония, понимаете? Вот это и есть гипертония, все контролируем. А у человека есть определенные возрасты, и в разном возрасте у людей свои задачи. Рассказать вам? У нас времени вроде достаточно. Вот смотрите, мы все рождаемся здесь для того, чтобы любить, научиться любить близких, далеких, жизнь, природу, разные отношения. Что такое любовь? Любовь вообще, это не то, что вот как мы сейчас представляем, там мухи на окошке, да, собаки в подворотни и люди в кровати. Вот это любовь, это не сэр. Любовь это совершенно другие вещи. И в каждом возрасте жизнь делится по 7 лет у человека. В каждом возрасте к человеку приходят люди, и он с ними в отношениях учится любить. Вот говорят, что пока человек в животике, он выстраивает отношения напрямую с Богом. Он видит эту личность и разговаривает с ней. На седьмом месяце беременности в плоду открываются ему все прошлые жизни. С рождения и до 7 лет человек учится выстраивать отношения с папой и с мамой. Эту любовь, родительскую любовь. Родительская, дочерняя, сыновья. Вот эту вот очень близкую любовь он узнает. Он выстраивает здесь отношения. С 7 до 14 лет семейные отношения, но шире. Бабушки, дедушки, тетушки, двоюродные братья, троюродные и так далее. Это вот другая любовь, согласитесь? С 14 до 21 года человек ищет соратников. Вот то, что говорят, что 14 лет, переходный возраст, все, подростки пошли в стаи. Вот обязательно должна. Вот пусть даже в соседний за углом магазин, но надо идти с подружкой. Так? Один там не пойду или еще что-нибудь. Почему? Потому что в это время дано найти соратников, найти единомышленников. И человеку очень важна в это время становится дружба. Это форма любви. Это форма отношений человеческих. С 21 года до 28 лет человек должен полюбить, узнать себя. Кто я? Кто я? Уважать себя. С 21 по 28. Уважать себя. У нас обычно в это время уже семьи, дети, надо служить мужу, маме и заодно там свекрови и там или еще что-нибудь. Какой там себя узнать? Вы что? Всем должна. С 28 и дальше 7 лет, 35 лет. Это забота. Это отдача заботы, покровительство. Это уже человек заботится о семье. Это супружеская любовь. Это встретить любовь и развивать любовь именно вот мужчина-женщина. Супружескую любовь. После 35 лет и дальше, следующие 7 лет. Да, это уже еще больше. Это у женщин включается очень сильная, например, социальная реализация. То есть нужна любимая работа. Нужен круг единомышленников. Нужно что-то еще больше отдавать, заботиться. Следующие 7 лет. Человек должен свои подготовить. Так эти 7 лет. Это взаимодействие человека с миром. Не просто со своей семьей, с миром. Делать что-то для этого мира. И в это время люди передают вразды своего правления, готовят следующему, отдают детям, следующему поколению. И что там получается? 56 лет? Да? Следующий. С 56? С 41 до 9, 56. С 49, 56. А после 56 лет, нужно выстраивать отношения с Богом. Понимаете? То есть в каждый этот период приходят люди, в жизнь приходят люди, с которыми начинают выстраиваться эти отношения. С 49 до 56? С 49 до 56 нужно отдавать свой опыт поколения подрастающих, опыт передавать. Если это предприятие, если это бизнес, то нужно подготовить смену, передать, научить детей владеть этим, управлять этим. И после 56 лет, это нужно уже устраивать отношения с Богом. В это время уходили в монастыри даже цари. Даже цари, понимаете? Хотя он это государство лелеял, кровь за него проливал. Понимаете? И он все равно уйдет. А семейное хозяйство, тоже такое маленькое царство. А тут вот это время, наоборот, еще больше закручивается власть, не надо все контролировать. Шандрак и гипертония. Понимаете? То есть вот эти вот вещи, моменты очень важны. Все происходит циклически, всему есть свое время. И когда человек уже прожив жизнь, да, и передав уже опыт своим поколениям, когда он начинает духовно, вот эту вот духовную жизнь вести. Понимаете? Уходить в монастырь там или отрицать отношения близкие в 35 лет, ну, сори. В это время надо искать любовь. Надо здесь идти и отношения развивать. Потому что тогда придет время, когда ты будешь читать там божественные книги, и ты сможешь легко посты держать, или воздержание, целебата и так далее. Понимаете? В жизни есть всему свое время. Если человек какую-то из этих ступенек пропустил, то есть не развил в себе вот это качество любви в каких-то отношениях, он там застрял. Он не сможет идти дальше. И если человек не нашел себя, вот 21, да, 28, вот этот вот промежуток, то его все время мучает неудовлетворенность, что мужчину, что женщину. Кто я, что я, зачем я живу. И начинается метание. То какие-нибудь секты тоталитарные, то еще что-то, ну, с крайности в крайность. Серьезные такие вещи, да. Люди, вот у меня просто статистика. Люди там в 40 лет, в 45 лет бросают все, продают квартиру, обращают куда-нибудь в какую-нибудь тоталитарную секту. Что это работает? А вот этот вот период, 21, 28, вот эти вот годы пропущены, человек не знает, кто он. И вот эта вот неудовлетворенность начинает его гнать, гнать куда-то. Это важно понимать, свою структуру, свою психику. Вот КФС, как долголетие, вы понимаете, вот это вот, вот это вот понимание жизни, это очень хорошая штука. Я, например, с этим корректором сплю всегда в командировках. Вот кроме того, что это там давление, внутричерепно, успех еще хорошо внутричерепное давление снижает. С успехом вообще трудно, мне, например, трудно уснуть. У меня все время какие-нибудь идеи в голове возникать начинают. Я пыталась из-под головы класть в ноги, все равно спать не могу. То есть у меня просто вот поток какой-нибудь идеи, вот лекцию такую сделать, вот такую, вот такую. Уснуть не могу. Я его стала убирать. А с долголетием очень хорошо сплю. Долголетие очень хорошо омолаживает. Оно нормализует биологические часы. Вовремя человек хочет спать, вовремя хочет встать. Даже несмотря на то, что вот я сейчас прилетела, у меня с моим временем, где я была до вас, 4 часа разница. И вот этот вот момент, вовремя уснуть, вовремя встать, вот этот вот момент тяжело, потому что несколько дней идет акклиматизация. Или человек уезжает с севера, в январе, бум, в Таиланд, или там в Турцию, да, в Египет. Дело в том, что у нас гормональная система, она работает от солнца. И определенное положение солнца, у нас планета, да, земля, мы здесь живем. И вот определенное положение солнца, выше или ниже, оно регулирует нашу гормональную систему. И зимой это другой совершенно обмен веществ, чем летом. И вот мы зимой абсолютно полностью одеты, солнца уже достаточно мало, приезжаем куда-нибудь в Египет, да, раздеваемся. Вышли на солнышко, наша гормональная система в ужасе. Где мы? Где мы? Что? Что делать? Лето сейчас, зима, то есть нужен другой гормональный фон, другие сигналы должны идти. Другая, другой обмен веществ. Давай, нет, дальше. Жив, обратно. Опять заделся, солнца нет, опять гормональный. Где я? Зима, лето, что, что, что сейчас, что сейчас? Какая, вот этот вот разбаланс гормональный, он очень сильно влияет на настроение. Сейчас психологи очень часто фиксируют. Постотпускная депрессия. Это просто разбаланс гормональный, когда гормоны не работают. Вот долголетие очень хорошо эти вещи нормализует. То есть и биологические часы, и смена климатических поясов. Очень хорошо, особенно если есть нарушение сна. И следующая КФСК. Чистый взгляд. Здесь уже Кольцов записал такую физиологическую вещь относительно именно глазного дна и нервов, которые идут от глаза к анализатору в зоне мозга. Атрофии нервов много и очень много отслойки щаски. Вот акселерод дает хорошую технику. Помахать КФСК, да? Не больше двух-трех минут. Не надо долго. КФСК и маршрут над глазом. Затылочная зона. Чистый взгляд. Это восстановление именно зрения. И кроме того, это вот как раз тоже вот уровень энергетики на уровне третьего глаза. Спокойствие, нормальное мировосприятие. И корректор еще зеленый. Гармония. Очень много людей, которые увлекаются виртуальным миром, совершенно выпадают из социума. И это не обязательно молодежь. Очень много пожилых людей, которые в каких-то чатах, в каких-то переписках, в каких-то виртуальных проектах просто вообще себя теряют. Причем эти люди перестают нормально социально общаться. Почему? Нетерпение к чужому мнению колоссальное идет. То есть если я в компьютере, там что-то мне не понравилось, шлеп на кнопочку «до свидания», то когда в реальной жизни тут не сотрешь. Так ведь? Нужно как-то приспосабливаться. Это гнев очень сильный вызывает. Вот гармония гармонизирует эти вещи. Вот на КФСКе любовь и на КФСКе гармония записаны частоты одной и той же реки, Караганки. Она течет в долине Аркаима. Это уникальное очень место, Южный Урал. Если получится, съездите туда. Вот обычно реки, они меняют свое русло. Вот какой-то там распадок, долина, видно, как река меняет свое русло. Сталый рейл русла. Караганка никогда не меняла свое русло. Она течет в геологическом разломе. Очень необычная вода. Очень хорошо в ней купаться. Если будете на Аркаиме, обязательно выкупайтесь. И вот эти вот, вот, любовь и гармония, это именно вода с Караганки. Купаться в ней очень хорошо. Эмоции, эмоции, щедрость приходит. И когда блоки вот эти вот снимаются, начинает меняться жизнь. Еще две мощные КФС, которые на уровне информационном держат, это обереги. Мужской и женский оберег. То, что я вам показывала, вот эти вот информационные воздействия, вот эти штуки существуют. И есть такой момент. Можно получить, как бы, информационный, вот энергетический удар неличного характера. Что это такое? Можно просто считать бухгалтером, сидеть, считать зарплату. Но, работая с этой информацией, человек начинает ловить эмоции работяг, которые думают, сволочи не платят. Эмоции хозяина, которые думают, сволочи воруют. А бухгалтеру посередине. Понимаете? И вот это вот все эмоции сквозь него. Или люди, которые призваны ограничивать свободы. Силовые органы. Милиция. Эти несчастные пристава. Он по приказу должен приехать, там что-нибудь забрать, там выселить или еще что-нибудь. Или даже продавцы. Вот просто повышается цена, там, на хлеб или на молоко или там на бензин, да? И вот девочка сидит за этой кассой. И с момента повышения, дня 3-4, пока народ не привыкнет. Чего она только не выслушает? Так ведь? То есть она никак не может на это повлиять. Она ничего не может сделать. Но вот эти вот эмоции людей, которые выплескиваются, ловит она, как помойное ведро. И выходит домой, не какашка. Энергетически вот эти вот вещи, обереги мужской и женский, очень хорошо нивелируют. Не обязательно этот оберег носить с собой. Можно волосы состричь в ДНК, да? И положить на корректор, в корректор, как хотите. Важно, если на корректоре чьи-то волосы, ноготь там, ну, ДНК какая-то форма, да? Или записочка, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Никакой другой человек эту КФС-ку не должен трогать. Потому что информационно поля начинают смешиваться. Нельзя. Это тогда КФС-ка, индивидуально. Либо вытаскивайте информационный носитель, убирайте, пользуйтесь. Но если, или там, решила, так, я поправлю здоровье там всем своим детям, внукам, написала список. И на КФС-ку. А мы, сори, мы родственники только по телу. Все остальное у нас, у каждого свое личное. Карма своя личная. И эмоции свои личные, и мысли свои личные. Поэтому так нельзя делать. Только с одним человеком. Информационно корректоры могут работать только с одним человеком. Не со списком. Аккуратно очень. Они мощнее, примерно в 32 раза, говорят, чем синие. И они работают тоже с физическим телом. Они включают определенные, частотно просто действуют, включают информационные, электромагнитные частоты, эти включают физиологические процессы определенные в организме. Организму абсолютно все равно. Запись это травы, запись какого-то дольмена, или там запись частот воды караганхи, или запись космоэнергетического канала. Все равно. Понимаете? Физиология вычитает меняться. Идет миллиметровый диапазон волн. Так вот, космоэнергетика – это система лечения людей, которая признана Всемирной организацией здравоохранения. Это система, где люди обучаются психофизически входить в определенные состояния и транслировать частотные потоки энергии. Что это такое? Человек, определенным образом, живя, медитируя, питаясь, думая и так далее, может приходить, заставлять свое тело выдавать определенные частотные диапазоны. Эти частотные диапазоны, говорят, есть в космосе. Ну, ради бога. Как это записывалось? Космоэнергет, определенным образом, с собой владея, действовала на стакан с водой. С этого стакана записывалась частотность этой воды и заносилась на жесткий носитель, на эти самые резиновые флешки. Если вы возьмете в руки этот корректор или выпьете воды, структурированной на этих частотах, в вас пойдут определенные физиологические процессы. Верите или не верите, знаете или не знаете, это все начнет происходить. У меня, когда люди приходят на консультацию, я снимаю показатели, сошу человека на стульчик, а вокруг на полу лежат три КФС-ки. Просто равносторонний такой треугольник, в середине человек сидит. Он даже понятия не имеет, что это такое. Но через 20 минут поле его изменится. Причем очень часто поле выруливает в шарик вообще. Особенно если есть казацкие корни. Не знаю почему, но я казаков начала узнавать. Даже если там седьмое колено, где-то там вода. Из сиреневых. Не обязательно любые КФС-ки. Но вот из сиреневых оно быстренько очень действует. Я еще, когда поле начинает меняться, очень быстро откликается капиллярная система. Может заболеть голова, может затошнить или еще чего-нибудь. Я тогда человеку даю в ручки долголетие. Ну, у меня сидит и считает. А тысячи к единице. Или читает какую-нибудь молитву, чтобы голова не работала, чтобы работала на одной волне. Так вот, космоэнергетические вот эти вот каналы, это очень мощная, это серьезная очень вещь. И космоэнергеты профессиональные, которые вот эти вот вещи как бы обсуждают, знают, как это и так далее. Они говорят о том, что существует как бы активный и пассивный режим использования. Что вот это вот за морока? Я почему на это обращаю внимание? Я как-то приезжаю в Кызылы, у меня там женщина, у нее был инсульт, и у нее парализована половина тела. Серьезное такое состояние, да? Порез, рука висит, нога тяжело очень двигается. И когда пришли вот эти вот сиреневые пластины, она, значит, их покупает, находит в интернете где-то какого-то космоэнергетка, списывается с этим человеком, он ей выдает программу, что там делать с космоэнергетическими этими корректорами. Но, говорит условие, ни в коем случае не пользоваться синими корректорами. Для меня это немножко странно, но бог с ней. И она 31 день с космоэнергетическими каналами произносит там какие-то словесные формулы, запускает их и так далее. И мне рассказывает, я 31 день ждала, когда закончатся 31-е сутки, по часам ждала, я говорю, что случилось-то? У нее оттекла страшным образом нога. Она у нее оттекла до такой степени, что порвалась кожа. Она говорит, только закончились 31-е сутки, за 2 часа двойкой я согнала отек. Я чуть не упала со стула. Я говорю, да вы что? Ну разве так можно? Вот понимаете, вот без фанатизма. Фанатизм в любом случае такая вот, такая штука опасная. Я говорю, а если бы у вас голова, простите, оттекла? Нет, нет. Треслого. Вы понимаете, вот фанатизм такой. Чем могут травы помешать космоэнергетическим каналам? Здесь жесткий носитель, понимаете, здесь флешка, эти частоты идут. Единственное, что, при этих техниках, когда человек произносит какие-то эти настрои, его голова начинает работать в этом же диапазоне. И получается, что ваши мысли, как бы эмоция, да, она не вразрез идет. И действия будет больше. Все. Больше ничего. Но, дело в том, что можно, конечно, открыть дверь на 10 сантиметров, можно нараспашку. Если начинают очень мощно и очень быстро меняться энергетика, важно, чтобы тело с этим справилось. если болячка существовала 30-40 лет, не надо стараться вылечить ее за 5 дней. Ткани восстанавливаются медленно, понимаете, клетки, они должны внутри перестроиться, чтобы там все эти процессы пошли в норме. Нельзя это делать, понимаете, с шашкой на голову, очень аккуратно. Вот я просто посмотрев в своей работе, как вот корректоры действуют просто в пассивном режиме, да, ничего я им не говорю, ничего не имеется, самое не задаю и так далее. И настолько меняется поле. Вот мне серьезно, выше крыши этого эффекта достаточно. Но если вы хотите это освоить, вам очень важно найти, не списаться по интернету, не скачать какую-нибудь книжечку или интернетный семинар. Вам нужно найти реального человека, космоэнергета, который может вас в любой момент поправить. Занятия с этим человеком надо проводить. Этому нужно очень серьезно учиться. Потому что это работа с мыслями, понимаете, это работа с головой. Крышу может сорвать очень аккуратно с этими вещами. Без фанатизма. Фанатизм очень опасная вещь в любых проявлениях. И вот космоэнергетические вот эти вот частоты, действуя на физиологию, они вызывают очень мощный действительно лечебный эффект. Вот девятка корректор, самый лучший корректор для сердца. Самый лучший. Вот долголетие для людей, у кого скачут давление, просто как скорая помощь должен быть в сумочке. А девятка для сердечника. Можно подержать в ручках, вытащить из сумочки. Можно приложить на грудь. Можно попить воды. Но снимаются приступы. Кроме того, пилярное кровообращение, сосуды, они есть везде. И в коленке, и в голове, и где угодно. И в печенке, и в селезенке. Процесс регенерации. Он даже отломки костей собирает в кучу. Отломки. Когда кость раздроблена, отломки под действием этих частот собираются в кучу. Собираются, нормально восстанавливается кость. Если уж кости восстанавливаются, то что говорить о слизистых, о травмировании кожи и так далее. Регенерационные процессы даже бы просто поцарапались. Очень серьезная штука. Вот десятый корректор очень серьезно регенерационные эти процессы восстанавливает. После операции, какие-то там травмы, ожоги и так далее. Вода, корректор на место проблемы. И может быть месяца два, если это перелом не снимать. Одиннадцатый корректор, он созвучен с пятым корректором. Дело в том, что пока у человека есть нарушение в печени, то у него будут зависимости. И бросать курить, пока печенка болеет, без толку не получится. Можно будет бросать каждый день. Поэтому нужно восстанавливать печень. Печень это именно пятый корректор и одиннадцатый. Он еще по-другому называется здоровый образ жизни. Ночью под подушкой, днем на области печени или солнечного сплетения. Или внизу живота. Двенадцатый корректор созвучен с восьмым корректором. Он восстанавливает функции сна. Сон это очень сложный физиологический процесс. И вот это вот восстановление, регенерация ткани, она физически очень сложна. Двенадцатый, двенадцатый. С восьмым созвучим. Восстанавливает функции сна. Но по большому счету сон это не просто там смотришь мультики, да, или сериал снов. Сон это сложный физиологический процесс регенерации, восстановления ткани. Кроме того, двенадцатый корректор, он информационным образом действует, честно говоря, осуществляет мечты, какие-то задатки в человеке открывает. Я очень часто это слышу, когда человек о чем-то долго мечтает, что-то вот, что-то в нем такое, но реализации нет, под действием двенадцатого корректора начинает идти реализация по жизни. Даже не знаю, почему, честно говоря, не углублялась, но эффект такой есть. И тринадцатый корректор. Тринадцатая КФС увеличивает интеллект. Вот долговетие, успех улучшают память. А тринадцатая улучшает интеллект. То есть не просто что-то вспомнить, а все-таки сообразить, что и зачем. Она очень нужна людям, которые несут серьезные интеллектуальные нагрузки. особенно школьники. Вот школьники, студенты, программа чрезвычайно тяжелая. Желательно спать, чтобы человечек спал под подушкой, этот корректор был. Вытягивает позвоночник, сколлиозов очень много. Просто на пояснице носить и спинку держать легче, прямо. Потому что не просто так горбятся. Больно прямо сидеть. И тринадцатый корректор сохраняет беременности. Много выкидышей, много замерзших беременности. То есть можно беременность? Да. Можно. Нужно. Четырнадцатый и шестнадцатый корректор, они чисто с пространства, наше пространство. Что это такое? Чистое пространство, золотая пирамида. Вот мы когда изучаем экологию, биологию, там есть такая экосистема, и если там бросить кусок хлеба, сначала его будут грызть мыши, крошечки будут грызть тараканы, а крошечки, крошечка, крошечек будут грызть бактерии. Все утилизируется. Ничего такого бесхозного не бывает. Вот примерно то же самое происходит с нашими энергиями. Мы своими эмоциями, мыслями выделяем определенное качество энергии. И привлекаем тем самым из тонкого пространства, то есть то, что мы не видим, различные сущности, существа, как хотите. Бедах называются такие есть пешачки, что такие существа. Есть форма биологической жизни, есть форма электромагнитной жизни. Вот если так. Часто рассказываю, наткнулось, есть сайт, Лазарев Сергей Николаевич, диагностика Карнов, у него серия книг, у него есть сайт. И он информацию видит как бы на тонком болевом уровне. И он очень много там в новостях, ссылок разных. И у него нашла такую ссылку, что в Англии есть институт информационной безопасности человека. Там, по-моему, в 2010 или 2011 году был мировой конгресс. И там собирались люди физики, экстрасенсы, люди, занимающиеся оздоровлением с помощью различных таких физиопроцедур. И там очень интересно и описывается, что там, как. И описывается, что эффект вот этот, когда приходят люди на диагностику и к экстрасенсам практически отсутствует поле у человека. Это шок обычно. И это вот синдром внезапной смерти. Там один японец сделал доклад, что он с помощью своей аппаратуры физик зафиксировал в поле человека энергетические сгустки, которые ведут себя как живые существа. То есть они размножаются и поглощают поле. Он назвал их информационными вирусами, энергетическими вирусами. То есть вы понимаете, мир очень большой. Вот по телевидению что-то больше трехсот или тысячи каналов. Вот спутники, если все собрать. Но если наш телевизор построен на Россия, культура, ТВ-3, нельзя говорить, что всех остальных дискавери, мода, спортивного канала, НТВ, детского, нельзя говорить, что их нет. Если мы их не видим, но они все-таки есть. Вот это вот примерно то же самое с восприятием тонкого пространства. Наши все приборы чувствительные, они выдают нам какой-то один канал. Например, ТВ. Но остальные все вещи, они точно так же существуют. Существует очень, очень, вот это пространство заполнено очень всерьез. И вот эти вот существа, которые живут в этом тонком пространстве, они разумны. И они с нами взаимодействуют. Но не всегда для нас полезно. Вот, наверное, слышали такие вещи там подселения, что шизофрения это подселение и так далее. Я вообще скептик очень большой, но вот работаю и с этим частенько довольно сталкиваюсь. У меня просто женщина один раз была на диагностике, и она пришла, она прям дрожит. Я говорю, да что у вас получилось такое? Она говорит, я думала, у меня шизофрения. Я снимаю с нее адаптометрию, нет у нее шизофрении, но это определенной формы поля. Я говорю, да нет у вас никакой шизофрении, стресс какой-то есть, чего вы испугались? Она говорит, я живу одна, дом, муж, мне годы там три назад стройка как-то остановилась, дети снимают квартиру, и я, говорит, захожу в дом в двух уровнях. Она говорит, захожу на второй этаж, там уголок такой большой стоит, и я вижу, что через край подлокотник, через край тело не вижу, вот там вот болтаются ножки, кто-то сидит и болтает ногами. Мне, говорит, так дурно стало, я думаю, господи, устала, заработалась, я пойду, спускается вниз, заходит на кухню, кулер, здесь дверь. Я, говорит, в кулере воду набираю, и вижу, в крае глаз, что на кухню залетает пять мужиков. Как это вообще возможно? Поворачиваюсь, а они садятся, уголок там такой, они все сидят, все в костюмах, в белых рубашках, четыре человека сидят, а один, говорит, передо мной стоит. Я, говорит, его рассматриваю, говорит, такой здоровый мужик, он смотрит на меня, поворачивается к ним и говорит, ребята, он у нас видит. Говорит, это что? И, говорит, а когда он это сказал, один из этих людей так, мурок так под стол, я, говорит, по движению поняла, это мой умрошенный муж. Я его узнала. Вот у него колотун такой ужин, ей страшно. Вы понимаете, мы выходим из тела, мы продолжаем жить. И вот эти вот моменты, как бы связи, потусторонний этот мир, а этот сторонний, или еще что-то такое. Но здесь очень много форм жизни. В теле, без тела и так далее. Вот 14-й, 16-й корректор, вот от этого берегут нас. 16-й корректор очень сильно необходим в тех семьях или в тех домах, где есть люди с психическими заболеваниями. Потому что состояние психики, энергетика очень мощная, эстонского пространства притягивается очень много различных существ. 14-й корректор очень серьезно очень серьезно бережет человека в дорогах. если куда-то что-то путешествуете, в машине, кладите просто...